В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Активисты дорожного контроля Одессы зафиксировали нетрезвого высокопоставленного милиционера за рулем автомобиля. Преображенская, 72, дом вечного беспорядка. Многочисленные обращения жильцов коммунальной службы ничего не дают. Народный депутат и координатор группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук рассказал о возможных угрозах Одессе и области. Ну а теперь об этих и других событиях подробнее. Поездки на одесских лифтах уже давно путешествие с риском для жизни. В большинстве одесских многоэтажек, построенных в спальных районах 30 лет назад, лифты требуют не только капитального ремонта, но и замены. И заходя в кабину, никто не знает, чем закончится эта поездка. Страшно? Страшно, а он особенно когда вниз едет, его так считает? Сейчас почувствуете где-то вот. Обычный лифт в многоэтажке на улице Академика Королева едва не стал убийцей. То, что с лифтом происходит что-то неладное, жители дома номер 34 заметили давно. Периодически он отказывался ехать в нужном направлении и не реагировал на вызовы. Однако поездка этой женщины едва не закончилась трагедией. Утром она вместе с 12-летней дочерью просто сели в лифт. Двери закрылись и дальше начался настоящий фильм ужасов. Только наяву. Не останавливаясь на этажах, кабина летела вниз. Тормозные колодки лифта сработали только на минус первом этаже. Остановился между первым и подвальным этажом. Затормозил, да. Ну и начали вызывать лифтера. Ребенок потерялся здание секундно в лифте, потому что сильно побились. Практически уйдя под землю, пассажирка стала вызывать мастера. Лифтер явился, вытащил пленников наружу, после чего заявил – все нормально. Просто не сработал стопор первого этажа. Все нормально. Но саму девочку увезла скорая помощь. Сейчас она в больнице, на слободке. Диагноз пока не поставили, но, как говорит мама девочки, врачи не исключают сотрясение мозга и даже переломы костей основания черепа. В Одессе трамвай сошел с рельсов. Вторая трамвайная авария на одном и том же месте произошла у Дюковского парка. Вагон врезался в автомобиль. Авария случилась из-за неудовлетворительного технического состояния вагона. Подробности сообщил сайту «Южный курьер» заместитель директора коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс» Сергей Рожков. Водитель высадил пассажиров на остановке «Стахановский переулок» и, собираясь ехать дальше, отпустил педаль тормоза. Вагон потерял управление и покатился по улице Маловского в сторону Балковской. На повороте около перекрестка сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем «Деуланас». Пассажиры не пострадали. Такая же авария произошла здесь пять лет назад. Два дня назад в объективы камеры активиста в общественной организации «Дорожный контроль Одесса» попал высокопоставленный одесский правоохранитель, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством. Чем это в итоге закончилось, узнавала наша съемочная группа. Произошло это в среду, 14 апреля, вечером. Активист «Дорожного контроля» увидел представителей ГАИ, которые общались с нетрезвым водителем «Светлой Хонды». Из общения выяснилось, что лихач – местный правоохранитель в чине майора. Дальнейшие его выкрутасы активисты фиксировали на видео. Майор отказывался проходить медицинское свидетельствование, постоянно с кем-то общался по телефону, порывался выйти. Активист «Дорожного контроля» Одесса Валентин, который был свидетелем происходящего, рассказывает, пьяный милиционер вел себя неадекватно, несмотря на то, что успокаивать его приехало сразу несколько высших милицейских чинов. Даже с подполковником УВБ он боролся на улице, то есть там тот человек в возрасте, он ему говорит, что ты делаешь? Ты понимаешь, что с тобой будет? Хотел постоянно куда-то уйти, не хотел ничего подписывать. Опять же, то есть вступал в перепалки с этими всеми милиционерами. Впоследствии Валентину удалось выяснить и имя, и фамилию, и должность, и даже прозвище Буяна. По прозвищу пьяного милиционера называл один из прибывших правоохранителей из группы поддержки. Борода, успокойся, борода, хватит. Ты и так себе уже там на кучу статей сделал. Борода то, борода сё. Кого он бородой называл? Ну вот этого получается Чернухин Владимир Степанович. ВО первого заместителя начальника Приморского райотдела. Также он является начальником следственного отдела Приморского райотдела. Лидер дорожного контроля Одесса Алексей Булгару не очень удивлен тем, что произошло. Он уже не раз был свидетелем такого поведения правоохранителей. Работники милиции пользуются своей безнаказанностью, своим положением, своими погонами, своей формой. Свободно все разъезжают на автомобилях в абсолютно нетрезвом состоянии, еле разговаривающие. Как это и показала сегодняшняя ситуация, в которой побывал наш журналист, который в принципе видел это свидетельство, от которого он отказался. Которое, соответственно, ну, человек вызвал себе на помощь еще и заместителя прокурора, хотя так мы не знаем какого. То есть человек не считает себя виноватым абсолютно. Стоит заметить, что на активистов уже выходили представители Управления внутренней безопасности с просьбами о сотрудничестве. Однако дорожный контроль Одесса в искренность их намерений не очень-то и верит. Пока они якобы занимают позицию нашу, чтобы его якобы уволить, просят видеоматериал и тому подобное, какова там цель реальная, пока мы им не верим. Кроме этого, на месте тоже был сотрудник УВБ. Возможно, что есть у него все основания увольнять этого сотрудника. Но, честно сказать, до того уже милиции недоверие возникло у меня и у, я думаю, многих людей, что пока мы им видео не предоставляли. В главном управлении МВД Украины в Одесской области рассказали, что Чернухин отстранен от работы на время служебного расследования. Ему вменяют вину правонарушения по статьям 126 и 130 Административного кодекса Украины, вождение без водительских документов и вождение в нетрезвом виде. Мы будем следить за развитием событий. Анатолий Косин, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Жители дома номер 51 дробь 55 по улице Черноморского казачества остались без жилья. Минувшей ночью в результате крупного пожара здесь сгорели 9 квартир. Огонь потушить удалось не сразу. Спасателям мешали припаркованные во дворе автомобили и отсутствие воды. Кроме того, в течение часа дожидались электриков, чтобы обесточить дом. По сведениям сотрудников МЧС, причиной пожара могла послужить неисправная электропроводка. На месте происшествия побывали и наши корреспонденты. Пламя, как обычно и бывает, возгорелось от искры. Спасатели, несколько часов тушившие пожар по адресу Черноморского казачества 51 дробь 55, уверены, виной всему неисправная старая проводка. Конечно, да. Это старые дома, старые постройки, соответственно, большая нагрузка на электросеть. Поэтому короткое замыкание за все вопросы больше не должно быть. Затруднялась работа тем, что не было отключено электричество. Ждали много самых... Соответственно, из-за этого и разгорелся большой пожар. От квартиры номер 13 остались, что называются, одни головешки. Именно здесь, по мнению многих, в том числе и погорельцев, находился эпицентр возгорания. Самого владельца счастливой квартиры в этот момент в доме не было. И на телефонные звонки соседей он не отвечал. В прошлом году, когда он делал там ремонт на втором этаже, он нам пробил проводку. Она там искрилась. И мы полностью ввели сами себе проводку. Поэтому я думаю, что это его халатность. Потому что здесь надо находиться. И здесь, если бы он находился здесь, может, этого бы ничего не случилось. Я не видела, чтобы он находился. Потому что ему звонили, соседка ему позвонила, чтобы он приехал сюда. Запах дыма. Вот эта девушка почувствовала в 3 часа ночи и сразу забила тревогу. Разбудила мать, живущую в соседней квартире. И, схватив ребенка, в чем была, выбежала на улицу. Проснулась от того, что вонять начало. Ну, не дым, а как будто бы что-то горело. Но в квартире не было дыма. Я вышла на веранду, у меня уже дым был в веранде. Я выскочила во двор, увидела на крыше огонь. Мама же до сих пор держится за сердце. Сказать, что она расстроена произошедшим, не сказать ничего. Недавно в жизни этой женщине случились два важных события. Она перенесла инфаркт и закончила ремонт в той самой квартире, которая теперь стоит обугленная и жить в которой совершенно невозможно. Я вышла, уже в коридоре полно дыма. Уже еле выскочила сюда, постучала к соседу. А сколько это было? Часа три ночи, наверное. Потом, пока загорела так, потом соседи начали тушить шлангами своими силами, пока приехала пожарная. Потом они только приехали, чтобы выключить свет. У нас станция здесь по дворе. Пока выключили свет, она уже поднялась на крышу. Уже начала трещать там все. В результате пожара уничтожено 250 квадратных метров крыши, то есть 9 семей, в которых есть дети, остались без крыши над головой. И в буквальном, и переносном смысле. В спешном порядке жители выносят из своих сгоревших квартир все, что можно еще спасти. Говорят, во всем виновата искрометная проводка, которую давно надо было менять. Этому дому, наверное, уже, если не соврать, лет сто. И вы представляете, что здесь происходит с проводкой? Никаких техник безопасности, никто это не обслужит. Вот посмотрите на вот этот выключатель. Вы хотите сказать, что он уже подлежит обслуживанию? На эти розетки? Нет. Минувшая ночь выдалась бессонной не только для жителей этого, но и соседних дворов. А все потому, что там стоят точно такие же покосившиеся двухэтажные домики, и между стен потрескивает и искрит точно такая же старая проводка. Но сами местные жители строят свои догадки, отчего случился пожар у соседей. По их мнению, виной всему не только старая проводка, но и новые электропровода, которыми несколько дней назад в хаотичном порядке буквально завесили все крыши сотрудники Облэнерго. Жители считают, вешали с нарушениями. Нам тоже выносили счетчики на улицу, вот эти приборы доучетные, или как они там называются. Понавешивали этих проводов. Газовая труба идет. Три провода над газовой трубой, между ними газовая труба. В подъезде висит вот так вот провод. Сейчас все они пустили по наружу, все строения у нас светкие, старые, все деревянные. То есть никакой техники безопасности не соблюдено. Просто вот так бросили сосиски, в каждую квартиру по воздуху завели, без гофры, без ничего. Этой ночью в соседнем дворе проходили такие же работы пару дней назад. Вот сгорел полностью весь флигель. А пока не мешало бы всем службам хорошенько проверить на электроисправность все эти ветхие домишки и заглянуть к местным жителям, так сказать, на огонек. Иначе они рискуют этот огонек застать дотлевающим. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Зачем в Одессе существует департамент городского хозяйства и районные администрации, если они ничего не делают? С таким вопросом горожане не раз обращались и к чиновникам, и в нашу редакцию. Отсутствие должной реакции со стороны местной власти подтверждает мнение одесситов. В доме номер 72 по улице Преображенской по просьбе жильцов мы бывали уже дважды. Сначала кто-то захватил в собственность часть подвала, то ли под ресторан, то ли под ночной клуб. Новый, если так можно сказать, хозяин, разрушил несущую стену, чтобы сделать вход в свою фирму. Восемь верхних этажей три года висят в воздухе. Пока висят. Жители выиграли суды, районные и апелляционные. Год назад хозяина подвала обязали привезти помещение в первоначальное состояние. Казалось бы, все. Да не тут-то было. Во время судов, каким-то образом, удивительно дивным, шла продажа. И у нас опять уже сказал нам следователь, что появилось опять два новых хозяина. Мы будем судиться до последней капли крови. Новое заявление жильцов лежит в районном отделении милиции 11 месяцев. Никаких действий нет. А между тем в подвале регулярно текут трубы. Сейчас там немного подсохло. А нередко техническое помещение выглядит вот так. Кроме того, что это вредно для фундамента. Сырой подвал, рассадник комаров и крыс. В подобных случаях коммунальщики ждут, пока проблема рассосется сама. В буквальном смысле. Мы подали заявление. Ничего не делается господину Орловскому. Мы подали Орловскому. Пришла отписка от Козловского. Ничего не сделано. Все забито. Сейчас такое положение страшное. Где же наше бомбоубежище? Не дай бог, если у нас будут военные действия. На сегодняшний день неприятностей стало еще больше. В подъезде поселились бомжи. И не просто в подъезде. Это помещение электрощитовой, которое электрики обязаны беречь, как зеницу ока. Оно превратилось в грязное лежбище антиобщественного элемента. Уже украли из щита катушку, где-то большую, на килограмма полтора-два. Проводом медный, чтобы сдать. Это райадминистрация знает, потому что выдавали денег, чтобы мы сидели два дня без света. На четвертом этаже дома управления поставило пластиковые двери аварийного выхода. При пожаре они сами станут источником опасности. Тогда выход уже не понадобится. Пришли пожарники, написали мне в документе, что пожароопасный дом и пожароопасные двери. Теперь райадминистрация дважды выписала на снятие домоуправлению, но они не подчинились и не сделали. Сказали, беречь свою дорого, если мы поломаем, будем платить. Теперь подала райадминистрацию в суд. В довершении всех бед жильцов потекла крыша. В коридорах и квартирах девятого этажа ремонт делают бесполезно. Только покрасишь, пройдет очередной ливень и разруха тут как тут. Дело даже не в красоте. По дому расползается сырость. Все течет, никто ничего не делает. Проблема с водой. Представьте, с маленьким ребенком, ему сейчас год и 10 месяцев. И вот это все время, мы ковшечками это все моем. Ну, в общем, ужасные условия. Еще в прошлом году переписка жильцов с разными инстанциями составляла целый архив. Сейчас объемы бюрократической макулатуры стали гораздо больше и продолжают увеличиваться. В доме 56 квартир 198 человек пытаются реализовать свое право на нормальную жизнь. Департамент городского хозяйства, районная администрация и милиция в лучшем случае стоят в стороне и смотрят, чем дело закончится. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ. Поединок между законом и бизнесом в Одессе выигрывает бизнес. В этом горожане могли убедиться не раз. Даже если есть решение суда, денежные мешки продолжают делать по-своему. Остановить их некому. Такова одесская действительность. Очередными жертвами власти денег стали жильцы домов номер 139 по улице Старопортофранковской, номер 83 по Преображенской и 97 по Пантелеймоновской. Их окна выходят во двор дома, где размещаются склады магазина «Адидас». Три года назад под окнами квартиры началось строительство парковки и прачечной. Согласия жильцов никто не спрашивал. Для обустройства стройплощадки вырубили фруктовый садик. Осталось одно единственное деревце. Как мы через горы с полком узнали, это строительство крышевал Марков. Лично я с ним разговаривала. Он даже эту тему поднимать не хотел. Три года судилися мы, неизвестно с кем, то есть с одним прорабом, который проживал на поселке Котовского на Крымской, 17. Три года мы с ним судилися и суд присудил прекратить строительство незаконной стройки. У них не было ни документов у этих строителей, ни разрешения ГАСКа. Только наглость. Сейчас строительство собираются возобновить. Как говорят жильцы, прачечная в проекте остается, а вместо парковки будет станция технического обслуживания автомобилей. Ну как мы можем жить? Мы пенсионеры, больные, дети у нас. Я домой в окна. Вот окна мои прямо туда, как говорят, на истовое и на прачечное. Ну куда это дело годится? Уже на голове скоро будет строить. Судя по опыту общения жильцов с чиновниками, проще пробить головой в бетонную стену, чем дождаться защиты от городской власти. Видимо, народу нужно обращаться за помощью в организации типа самообороны или правого сектора. А может и создавать новые общественные структуры для отстаивания своих прав. Такое воздействие на кабинетных деятелей и денежных воротил будет более эффективным. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Реконструкцию лаборатории станции биологической очистки «Северная» провел филиал «Инфоксводоканал». Приобретено новое современное оборудование, которое позволит улучшить качество воды, сбрасываемой в Хаджибеевский лиман. Через станцию очистки «Северная» каждый день проходит до 200 тысяч кубометров сточных вод. Реконструкция лаборатории изменит в лучшую сторону и экологическую ситуацию в целом. Станция биологической очистки «Северная» создана для очистки сточных вод, поступающих из центра города и Суворовского района. Производительность насосной станции составляет 180-200 тысяч кубометров сточных вод в сутки. В процессе реконструкции были соблюдены все правила обустройства работы бактериологических отделов. Наталья Ивернидуб работает здесь уже 7 лет. Сегодня это лаборатория европейского уровня. Вы просто изначально не видели нашу лабораторию. Сейчас все чистенькое, новенькое, красивенькое. Нам ни в чем не отказывают. Нам всегда покупают в среды. Если вы знаете, это очень дорого. Все среды, реактивы – это очень дорогое удовольствие. Сегодня лаборатория работает в полном объеме. Выполняются анализы по 17 показателям. На входе на очистные сооружения и на выходе из них. Новое оборудование поможет улучшить качество проведения анализов, уверяет заведующая лабораторией Татьяна Олещук. Был приобретен автоклав, новый уже у нас. Были приобретены холодильники, электронные весы, сушильные шкафы. Автоклав – он полный автомат. Весы электронные – это уже о чем-то говорит, что мы не работаем с гирями. Мы ложим обычную навеску и выполняем взвешивание. На реконструкцию лаборатории компания «Инфоксводоканал» потратила порядка миллиона гривен. И работу эту надо продолжать, говорит директор департамента водоотведения Александр Апанюк. Главное в результате преобразований – улучшится качество стоков. В конечном итоге это очищенная сточная вода, которая будет поступать в акваторию Ходжебеевского лимана. И естественно экологическая обстановка будет гораздо лучше. Качество сточной воды будет лучше в связи с тем, что более оперативно будут приниматься меры. В планах филиала «Инфоксводоканал» на этот год инвестировать в обе станции биологической очистки – северную и южную – порядка 5 миллионов гривен. Алия Замчинская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Судя по взрывам в Одессе и Харькове, именно эти два региона находятся в поле зрения интересов российских спецслужб. Именно здесь планируют раскачать ситуацию и повторить Донбасс. Действительно ли одесситам есть чего бояться и по каким гипотетическим сценариям могут в дальнейшем развиваться события в нашей области? Своими соображениями на этот счет поделился с одесскими журналистами народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. «Информационное сопротивление», сопоставляя данные из разных источников и проводя анализ ситуации, выставляет оценки потенциальной угрозы выхода ситуации из-под контроля в разных городах. Одесса и Харьков в лидерах. Еще на прошлой неделе оценки были 7 и 8 по 10-бальной шкале соответственно. Но приближается трагическая дата 2 мая и российские спецслужбы не применут воспользоваться ситуацией для дестабилизации обстановки. Поэтому оценка угрозы повысилась. Однако нардеп уверен, хватка у российских шпионов в Одессе несколько ослабла. Вчерашняя буквально акция, когда полиция Одессы, непонятно, организация якобы проукраинского митинга, готовящаяся провокация, которая опять-таки благодаря правоохранительным органам была нейтрализована. Мы видим, что уже, если привлекают так массово несовершеннолетних, но очевидно, что у пророссийских сил заканчивается ресурс. По-прежнему есть угроза со стороны Приднестровья и размещенных там российских военных. Правда, в последнее время наши подразделения в регионе значительно укрепились и легкой прогулки у захватчиков не получится. Проанализировав ситуацию, эксперты информационного сопротивления пришли к выводу. Если Россия и решится в открытую атаковать Одесскую область, то это может быть смешанная операция, высадка морского десанта при поддержке с воздуха. Но и к этой угрозе стоит относиться скептически. У России нет опыта проведения мощных морских десантных операций. Что это такое в реальности, это, наверное, от 40% и больше небоевых потерь среди личного состава. Сами вооруженные силы Приднестровья, они большой угрозы, честно говоря, не представляют. Тем более, что украинские вооруженные силы тоже, опять-таки, и национальная гвардия, создали здесь противовес в регионе, достаточно мощный. Нельзя забывать и про информационный фронт. Имеется в виду так называемая Народная рада Бессарабии и то, что в некоторых районах области вовсю транслируются российские каналы, несмотря на возможность их отключения. С этим нужно бороться. Впрочем, угрозы отрезания Бессарабии от Одесской области путем подрыва мостов через Днестровский лиман сейчас почти нивелированы. Подразделения воинской части вооруженных сил, в том числе те, которые дислоцируются на территории региона, укомплектованы фактически по военному штату, доукомплектованы. Переброшены дополнительные подразделения. И как раз на всех, так скажем так, опасных направлениях, ну, в общем-то, уже на сегодня есть чем ответить. Вот этот вариант в идеале был бы, конечно, апрель-май прошлого года, без вопросов. Но, к счастью великому, время для Кремля упущено. Эксперты информационного сопротивления советуют местным властям объявить 2 мая Днем Скорби и свести к минимуму возможность каких-либо столкновений. Ну, а все одесситы должны проявлять бдительность. Война, увы, продолжается. Анатолий Косин, Вячеслав Флэштаба, телекомпания «Круг». Кукла возвращается. В выставочном зале «Дома с ангелом» открылась экспозиция, на которой выставлены куклы прошлого и позапрошлого веков. Инициаторами проекта стали реабилитационный центр «Будущее» и арт-центр «Кандинский». Организаторы хотят показать детям, какими игрушками увлекались наши прабабушки и прадедушки. То, что эти игрушки пережили войны и революции – большая удача. Стоимость некоторых из них достигает нескольких тысяч долларов. Многие куклы давали детям понимание о том, какие люди живут в разных странах мира. Этот китаец, например, знакомил малышей с культурой Поднебесной. Есть здесь и испанка, и негритенок. Куклы, которые представлены на этой выставке, имеют очень солидный возраст. Тем не менее, они прекрасны. Ведь они именно такие, какими мечтали быть наши прапрабабушки. Кроме кукол здесь представлены фотографии того времени. На них изображены дети, играющие со своими теперь уже раритетными игрушками. Самый старинный экспонат – кукла, которой уже исполнилось 150 лет. Она изготовлена в Германии в середине 19 века. Игрушка уникальна еще и тем, что все шарниры, которые помогают двигаться ручкам и ножкам, целые и работают. Небольшой номер показали и пациенты «Дома с ангелом». Мы лечим не только тело, мы лечим душ. Мы немножко людей спасаем под крыльями ангела. Для «Дома с ангелом» это первая выставка, развивающаяся во время экспозиции. Она не заканчивается открытием, а только начинает наполняться событиями. Оживать. Со временем здесь должны появиться фотографии детей с современными игрушками. Ведь сегодняшняя кукла или машинка через 100 лет может стать антиквариатом. Реликвий. Выставка продлится до 22 апреля. Алия Замчинская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Ну а мне остается пожелать вам всего самого лучшего, добрых и хороших новостей. До следующей встречи в эфире. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского моря 18 апреля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, тепла днем 10-15. Редактор субтитров А.Семкин